ведьмы отравления пытки яды я все поняла господи уйди куда-нибудь пожалуйста со своими флаконами сколько можно а вот миша жасмин собранный ночами девстве я необычно я не не признана этим миром сама кого-то шлепают один раз ко мне подбежал парень и сказал лена вы подсадили меня на кокаин вы что жица роша веса всится щечевица щечевица пусть все думают что хотят моя ты красота это хорошая это все наверно потому что я из саратова птички наверно набьются а потом пьяные снегири парты валяются всем привет меня зовут сакоева карина вы на канале духи рф с вами ваша любимая рубрика пар в посиделке и сегодня в компании моих любимых лены и наташи всем привет мы поговорим о тех ароматах которых началось наше увлечение такой вот вечер парфюмерной ностальгии наверное у каждого человека кто серьезно особенно серьезно увлекается ароматами есть тот самый парфюм или несколько тех самых парфюмов которые перевернули отношения к парфюмерии с которых проснулась та самая парфюмерная жажда парфюмерный голод интерес желание исследовать ароматы знакомиться с ними узнавать все новые и новые а не просто приятно пахнуть у нас конечно же тоже есть такие ароматы вот сегодня мы о них поговорим честно говоря я конечно очень долго думала какие ароматы выбрать и если бы я начинала вот прям с самых начала увлечения вы в очередной раз послушали бы историю про арман бассейнред бербери викенд гуччи раш возможно вспомнили бы еще про лагуну сальвадора дали и парочку других ароматов но давайте о чем-нибудь поинтереснее что что меньше вы слушали из моих уст я начну с аромата который называется оранча де капри бренда aqua di parma история это вы знаете его я да я не помню нет наверное нет сейчас будем вспоминать история это примерно 14 или 15 летней давности когда одна моя подруга просто отдала мне пробник этого аромата которые дали в подарок за покупку в ульдебатте словами какая-то гадость но тебе понравится я просто выпила до до последней капельки этот аромат я его вот обожала абсолютно и потом абсолютно стертым синего цвета сэмплом я пришла в этот самый магазин и говорю это купили у вас или это подарили в вас мне нужен флакон такой святая девочка консультант она ходила со мной по магазину минут 40 потому что она мы перебирали все что имеет какое-то отношение к синему цвету и моему описанию ну пахнет апельсинами и какой то уже вот там на исходе почти часа мы наконец дошли до того угла где стояла аквадипарма она может быть он то я увидела цену аквадипарма это такая люксовая парфюмерия безусловно но которая в целом дороже чем на большая часть люксовых брендов как жила или как вместо пример или как та же самая зенья вот примерно одного они ценового сегмента и я так я пошла я на него копила я на него копила при массе купила на день рождения 150 миллилитров вот такое вот ведро я не затрудняюсь сказать сколько флаконов я сносила как он вам о чем он вам но для меня сейчас на данный момент наверное может быть тогда это был наверное шок да и для меня бы и тогда это был шок но сейчас на момент я много знают ароматов из такого профиля но я бы сказала что это такой прям вот типовой классических красивый итальянский именно итальянский потому что здесь есть жизнерадостность в этих цитрусов какой итальянский красивый хороший колонь мне нравится мне нравится он с точки зрения того что он действительно такой вот там очень ну и не идеальный но наверное да выверенный прям вот как надо без лишнего ничего лишнего важно сказать что мы все-таки сейчас записываем видео летом это совершенно точно зимний цитрус между зимой и тем когда его нужно носить в мороз в мороз он звенит и на морозе в нем появляется такая немножко даже полынной горечи как будто бы которая летом что летом он действительно про апельсины и в общем-то все такой чуть-чуть с горчинкой а в зиму в нем появляется горчинка такая более травная уже какая-то вот даже какой-то дымок как будто бы вырисовывается целом становится острее и бодрее сейчас у меня это самый маленький объем 230 миллилитров его объективно но не то чтобы ностальгические собственно какое-то количество я уже сносила хотя я его купила вот буквально это зимой и объективно просто при такой большой коллекции больше не надо а так если мне нужно было бы оставить там самый главный апельсин честно говоря для меня скажу крамольную для нашей религии вещь для меня лучше бегорада но они очень разные бегора для меня более натуральный скорее моно цитрус здесь цитрус как будто с лимонадиком вот он такой чуть-чуть шипучий мне очень нравится у меня его нет и никогда не было в коллекции со стороны симпатично мне это просто не надо но я понимаю какое-то откровение когда из серии лет десять назад когда вот стоит вот этот вот люкс даже больше какой-то 2008 год наверное ну да да так и но основная масса чем я пользовалась арман бассейн всегда вот и еще какой-нибудь флакон чего-то такого позатейливее и на фоне этого безусловно такое очень реалистичное звучание цитрусовых бескомпромиссно она правда выбивается да минутада наверно это было прям вообще очень необычно да хотя я вот слушаю сколько его я даже опять отложила потому что он плотный да достаточно плотный характерный и совершенно не одеколонистый в таком ну наверное да может быть я не так просто употребила слово одеколонии с той точки зрения что он прозрачный а с той точки зрения что прямо вот цитрусы ничего больше для меня кстати не она лето бы себе представила я тоже скорее летом это носила я на зиму больше люблю такие как раз имбирные цитрусы вот я тоже гена который не бутиковая вот старый гурманский такой да и типа арман бассейн ред как раз вот такие вот на зиму для меня это для меня тоже летний цитрус очень симпатичный не роль хорош к этому зиму так переходим да вот вот это колец я думаю что все что вы видите на столе и вы знаете зрители и вы знаете скорее всего все это отлично потому что я как раз мало на этом канале рассказывал своих парфюмерных каких-то начинания до с того с чего начинала что люблю поэтому здесь прям буквально история моей жизни до наверное погружение в полной парфюмерный вот этот вот океан ароматов и начнем мы наверное с аромата с которого как-то более осознанно час парфюмерии то что если совсем говорить но совсем и начали дает то что нам там дарили мы что-то у мам там забирали все не то но когда я однажды будучи вот мне наверное было тогда как раз 14 лет охоте самые тусовки гранж я очень любила стиль гранж если кто-нибудь знает сериал скинс был такой про подростков которые девались ли нерваной одежды и металл и для меня вот это вот вся атмосфера какой-то дерзость и бодрости мы там ходили по барам в общем такая вот эта тусовка и у меня была очень свободолюбивая подруга а который стал что можно все она носила этот аромат и у меня тогда возникла дикая ассоциация мне вот немножечко не знаю у меня было такое я смотрю на человека на полный образ и мне как будто чуть-чуть хочется украсть и когда я наносила на себя этот аромат я взяла себе black access я узнала что у него как сес он идеально подходил под такое дерзость и да и я как будто бы надевала его и чувствовала себя просто вообще какой-то роковой девушкой просто дерзкой и не какой-то прям мне он очень нравится в нем настоящие вот для меня настоящий бунтарство настоящая раздолье хотя скажу сказать правда потому что если мы берем например вот современные вот эти бунтарские ароматы тот же самый новый вот который except pure access по моему со змеями или допустим тот же самый poison girl тот же самый что там еще вот на тему всяких этих такая я бунтарка но пахну печеньками а вот здесь этого нет здесь все-таки какие-то и пачули такие явные и очень много каких-то уже немножечко пьяненьких ягод забродившие забродившие смородином варенье какое-то вообще варенье забродившие у меня здесь ягодная горечь но потому что основная нота клюква и вот здесь вот прямо-то клюква пачули шоколадка еще как будто да 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 водочность есть в этом какой-то коктейльность да мне даже слегка немножко макнула в прошлое в этом есть действительно какой-то вот такой бунду дух бунтарства и кстати я потом узнала причем совсем недавно что его делал марк бакс да и у меня как-то вообще сложилось все сразу то есть я прям уверена что это ну и прям его работа то есть она немножечко дерзкая резкая но при этом такая не знаю подходящая для меня тоже этот аромат тогда меня покорил и это на тот момент наверное я примерно для каждого аромата такое небольшое предложение для себя как бы соотнесла это на тот момент когда я поняла о парфюмерии можно что-то сказать то есть и для меня это был первый первый такой вот раз когда я поняла что парфюмерия может быть не просто приятным ароматом тебе она может подчеркнуть твой характер ну а дальше расскажу как дальше ароматы на меня действовали я его просто обожаю он у меня тоже он у меня был в юности когда мне было из серии лет 18. Я подарила бывшему парню мужской, благоэксессовому первому парню, а себе купила этот. И прям мне казалось, что это такая тоже атмосфера тусовок, клубов. И я до сих пор очень люблю оба этих аромата и считаю, что они все не считаются. У меня и мужской, и женский есть до сих пор. У меня все есть. Именно вот эти вот старенькие, которые... Именно старенькие, да. Очень хорош. Так, тогда я продолжу. Мы такие начинаем по люксу. Я тоже начну по люксу, ну потому что с этого все начинается. Вообще мое увлечение парфюмерией, как и, наверное, многие вещи хорошие в моей жизни, началось с упорства. Я очень упорный по жизни человек. И случилось так, что мне разонравились духи, которые у меня были, я начала искать. Я тогда жила в Саратове, был очень ограниченный выбор, это был 12-й год. Я начала ходить по парфюмерным. Меня бесило все. Я жила в парфюмерных. Я туда приходила после работы, торчала там по два часа, пробовала, а вообще все, все меня бесило. Все. А потом как-то мне попался бренд Клои, и это парфюмерная вода, и я так в него влюбилась. И за год я купила ароматов семь, наверное. Я купила практически все, что было. Я хорошо знаю ранее творчество, ранее творчество бренда, ранее ароматы бренда. И тогда как раз, наверное, так же, как и у тебя, я поняла, вау, а это интересно. Парфюмерия может быть не просто запахом парфюмерии, может быть каким-то поиском себя. Для меня это такое открытие, на меня этот аромат наполненный светом, он медово-розный, он вот весь такой светящийся, при этом он достаточно интенсивный, и он какой-то особенный. Ну, то есть на полках Литуалии, Ильдеботе еще тогда было, Ильдеботе еще тогда было, Ильдебоша, он очень сильно отличался, как и все ароматы бренда. И тогда я начала исследовать. Для меня он, кстати, не медовый вообще ни разу, для меня это очень чистая, почти порошковая роза, которая, опять же, я очень люблю зимой, вот в холодную такую зиму, он аж звенеть начинает, чуть ли не Альдегиды лезут. Но моя любимая версия, это Лео, которая с зеленым бантиком, да. А мне нравится, я здесь чувствую влажность, мне нравится влажность, и она как будто бы вот с какими-то фрезиями, либо кувшинками, вот я чувствую в этом какой-то такой вот аромат. Да, для меня это прям, кстати, я просто очень хорошо представляю парк, вот у меня около дома, он такой с водоемами, и это прогулка о каком-нибудь аромате с розами мимо этого, ну, мимо этого водоема, и это какой-то весенний для меня аромат, кстати. И при этом он слегка пыльный, я вот поняла, о чем ты говоришь, медовость для меня как будто пыльца медовая, то есть он не насыщенно медовый, как такой вот, как желтые цветочки мимозы. Припугивающий, да. Да, вот как будто припудренно. Какая-то волшебная машина времени, потому что я его вдыхаю, и я снова в 2012 году работаю в своем первом банке, в хоум-кредите, и покупаю себе зарплату. Я прям ждала зарплату. Раньше я ждала там зарплату до этого для каких-то, ну, не знаю, других вещей. А потом стало, я жду зарплату, чтобы пойти и купить себе духи. Клоя, прекрасно. Да. И объективно это один из первых ароматов вот таких вот мускусных роз, который популяризировал это направление. Причем он же очень популярный. Да, и вот все, что после нее дальше идет, собственно, включая, простите, ну, Делины какие-нибудь там, Ластен Парадайз и прочее, прочее. Вот, вот она их мама, вот с которой все началось. И это хорошо, потому что, по большому счету, и десятые годы, и, собственно, в третье десятилетие 21 века действительно главный лейтмотив – это, конечно, фруктовые розы. И это прекрасно. Переходим к второму аромату. И вот здесь вот, возможно, кто живет в Москве давно, помнит такое место, как торговый центр «Старт» на «Динамо» и торговый центр «Палладиум» примерно там же. И это были такие первые нишевые парфюмерные магазины. Там это продавалось все, ну, буквально, как на рыночных прилавках. И там я где-то прочитала о нем, еще никакого даже сайта, фрагрантика, по-моему, не было на тот момент, или он только появился. Я прочитала об аромате, который называется «Отравленная кожа». Я люблю все, что вот это – ведьмы, отравления, пытки, яды. Это мне очень интересно. «Живее веки» в 15-м у меня, возможно, обо мне потом написали бы книгу как какой-то неприятной женщине своего времени. Но мы живем в 21-м и ограничиваемся духами. Короче, «Пьер Гийом» – это уже еще старый выпуск «Флакона», который «Пьер Гийом», вернее, который «Парфюмерит Женераль». Сейчас он все свои бренды объединил под «Пьера Гийома». «Кьюир Вененум» – это просто моя страстная любовь. Вот уже на протяжении многих лет. Обожаю просто этот аромат. У меня был другой флакон, еще старый, с огромным ярлыком. Я его сносила, маленький, а потом вот уже… И, собственно, этот уже тоже почти. У меня полтинничек, у меня жидкость другого цвета, но он у меня не очень старый. Ничего подобного я еще, наверное, вот такого не слышала, ну, больше не слышала. Потому что вот он… Он вроде как бы какая-то пьяная кожа, но совсем другая. То есть здесь… А виноградная. Да, здесь какой-то напающийся виноград. Мед, который… Перебродивший для меня. Да, очень перебродивший. Перебродивший. Такой, который уже птички, наверное, набьются, а потом пьяные из нигири в парке валяются. Вот это из этой серии. А вы зря смеетесь. Это же была история. Это история о каком-то московском парке, какие-то птицы… Что, мы должны ехать в этот момент, да? Да, просто птицы за птичек. Какие-то птички наелись пьяных ягод и валялись пьяные на тропинках. Я помню. Боже, вот же были времена каких классных новостей. Год назад, мне кажется, это было. Вот здесь вот эти пьяные ягодки, пьяный виноград, мед, кожа. Немножко чуть кокоса. Кожа такая прям как испанская, такая брутальная кожа. Кожа брутальная. И она еще и дымная. Здесь есть вот эта дымность, виноградность. Я просто без ума от этой композиции. Мне кажется, что это… То есть, Наташа, мы нашли Гиома, который тебе нравится. Да, и то это старый какой-то. Нет, он современный не изменился практически. Просто на нем теперь написано «Пир Гиом». Пахнет он примерно так же. Интересно, кто его… А, я его покупала в то время, когда он пропал. Он еще не появился новый, а старый куда-то пропал. И я чуть ли не с факелами добывала свой флакон года три назад. Было классное приключение. Но он не похож ни на что. Это нереально. Нет, я знаю, на что он похож. У бренда «Мизон Ансанс». У них есть аромат «Кьюри Риндиль». И вот там вот где-то… Я не дошла. Общий кусочек у меня есть. Я притащу его как-нибудь. Там есть общий кусочек у этих ароматов. Кусочек – это недостаточно. Кусочек можно везде найти общий. Нет, там тоже очень такая медовая кожа. Медовая пьяная кожа. Потому что, когда говорят «пьяная кожа», вот такое представить сложно. Не в том плане, что прям очень сложно, а в том плане, что сейчас пьяная кожа, она другая. Скорее, с джином. Да, и она какая-то мягкая кожа. И кожа не такая. Она какая-то уже такая благороженная, 10 раз переработная, мягонькая. А здесь прям такая суровая мощь. Мощь. Так, а мы, наверное, переходим тогда к моему следующему аромату, продолжавшему меня менять. У меня постоянно менялся какой-то стиль. И на самом деле я столько их пережила. Но мне кажется, многие пережили там всякие блеемы, иготы, и все такое. И у меня потом появилось какое-то дикое влечение к этнокультуре. И тут я увидела слона. Слон – это же такой очень символический образ, да? И я увидела его случайно. Сейчас его вообще можно увидеть, только если вы, как я уже устала повторять, немножечко опустите свой взгляд ниже стандартных ароматов и взгляните на полки со старыми люксовыми шедеврами. Вот для бренда Кинзо это слон, да? Слон – самый популярный, наверное, аромат. У него был товарищ Тигр, который, по-моему, снят уже давным-давно. Его очень сложно найти за вешеные деньги. А еще до этого у Кинзо еще в конце 80-х вышел Кинг-Конг. Ой, это я не знаю. Я себе раздобыла от лимантик монтажа. Со слоном у меня какая-то, да, сумасшедшая история. Очень большой флакон, очень. Неудобный, как телефон большой вообще. Короче, этот размер, конечно, не очень удобен для такого пользования. О, как уже запахло. Ну, давай. Я очень часто пользуюсь слоном. Ездила в Москву к подруге, уже работая, причем в банке, ездила вот на выходных к ней в Москву. И я помню, что она мне говорила, Наташа, это очень сложный аромат, пожалуйста, распшивь его чуть-чуть в стороне. Но я была влюблена. Я была влюблена в эти специи. Я носила какие-то такие кардиганы. И, в общем, этот аромат меня свел с ума. Я не могла поверить, что такое вообще возможно в парфюмерии. А почему? Это же какой-то 98-й год. Да, это 98-й год. Если вот это сделано где-то 2004, не 2005, мне кажется, то это 98-й. И самое интересное во всей этой истории, у меня крестная, она вообще не переносит запахов, она не носит ароматы совсем. Вот ей тяжело. И мы не можем ей подобрать совсем аромат. И она сказала, что в своей молодости относительно, получается, сколько лет было, она носила слона. Я такая, в смысле? И сейчас не может с ней? Человек, который не может сейчас пользоваться даже ничем легеньким, она даже не сможет розочки на себя в мускусе нанести. Пользовалась слоном. Я говорю, может, он отбил у тебя все рецепторы, потому что слон мощный. Но при этом я скажу, что в тепле он такой пряный и теплый друг. Он может вас испугать, но, пожалуйста, я очень прошу вас, познакомьтесь со слоном. Это такой товарищ прекрасный, который вот может вас постепенно, если вы только начинаете, наверное, перевести на сторону такой парфюмерии. Хотя я бы сказала, что сейчас, послушав слепую, я бы сказала, наверное, что это ниша. Я не могла бы представить себе такой спецовый аромат в люксе. Это очень ярко. Причем здесь есть, по-моему, и манго, если не ошибаюсь. Здесь есть какие-то такие фрукты, на которые насыплены прям тмин, там что-то кумин, какие-то кориандры, кардамон. Для меня он еще немножко кока-кольный. И сандал. Очень много спецовый. И сандал, пушистый сандал. В общем, я этот аромат очень люблю. Он специфический, но для меня он перевернул вообще. У меня он был когда-то. Я делала из него атлевант, а у него немножечко, когда распшикиваешь в атлевант, хоть через спрей, хоть через шприц, он немножечко подтекает. И я облила себе руку. И я, конечно, ее помыла. Я помыла, я помыла, я помыла. Но через неделю я пришла на маникюр. Меня распрячут. Мы еще тогда делали мокрым способом. То есть размочили руку и нашли слона. Нашли слона, да. Просто потому, что из-под снятия покрытия запахло слоном. Слон не убиваем. Слон, если как бы он пришел, это реально слон. Вот во всех этих слонах. Это вот слон в комнате, да. Он, во-первых, заполняет пространство. Он очень такой пыльный. Мне кажется, с тобой на контрасте это очень интересно, потому что ты вся такая маленькая, наши зрители не видят. Но Наташа, она очень миниатюрная. Вживую еще миниатюрнее, чего вы видите. И вот Наташа и слон. Да, да, да. Это интересно, интересно. А сейчас ты носишь его? Нет, я сейчас уже не ношу его. Я как-то им переелась. Я причем помню, что я настолько сильно, ну, настолько много им пользуюсь. Это был мой аромат. Вот все. Я когда его увидела, я, во-первых, каждый раз ходила на работе, вот как ты говоришь. Ты копила там, да, зарплату, ждала, чтобы купить парфюм. Абсолютно такая же история. Я тоже работала в банке. И тоже я сидела и ждала быстрее, чтобы купить слона. Это купи слона. Раньше был такой прикол. В общем, и я им пользовалась постоянно. Я немножечко им, скажем так, перенакормила им своих друзей, которые правда устали. И я могу их понять. Их нос не был заточен, и они никогда не увлекались так парфюмерией. И в будущем не смогли так увлечься, как я. И каждый раз слушая специи, а это были, как я объясняю, я приезжала в Москву, это были какие-то жаркие прогулки, это были также еще тусовки. И постоянно везде был слон. И я сама им наелась. Ты была Наташа плюс один, да? Да-да-да. Я была Наташа плюс один. И это действительно со мной ассоциация. Как ты говоришь, она была очень такая, что, как в этом человеке живет это чудовище. Но это было классно. И я его очень люблю. Он такой вот, для меня особый аромат. Не, ну он хорош. Под настроение. У меня есть отливантик винтажного достаточно. А уже он такого цвета, вот как Ширги, собственно, рядом с тобой по цвету, настоялся. Иногда под настроение, прям капелюшечку намазом, вот то, что надо. Но я бы, наверное, не смогла. Я просто сейчас больше по фужерам, я уже говорила. Это вообще другая история пошла в моей жизни. Фужеры шипры. И слон совсем не вписывается в эту тематику. Он такой, я подожду, когда ты вернешься к истокам. Я тогда продолжу. У меня был период, ну так как я человек из региона, и мало всего было, у меня был период отливантов и покупок вслепую. И я тогда состояла в одном парфюмерном сообществе, я думаю, что многие сейчас прекрасно поймут в каком. И там была тема, что все обменивались лаконами, и тогда был бум на Том Форда. Причем не на люксовую линейку, а вот на их как раз линейку подороже. И все что-то обсуждали. Конечно же, все покупали табако-ваниль, нуар-де-нуар. И табако-ваниль и нуар-де-нуар я покупала вслепую, так же, как и Ут-Вут, о котором я хочу сейчас поговорить. И вот эта вот атмосфера доставания парфюмов, это было очень увлекательно. Я так сейчас... Чувствуешься советским инженером? Да, я так сейчас не хочу, но вот это вот было, что вслепую купить 20 мл остаток во флаконе Ут-Вут. У меня до сих пор стоит этот остаток во флаконе года, наверное, с 13-го, 14-го. В коробочке тоже остаток от такой сотки. Абсолютно прекрасный аромат. Совершенно другая вселенная, потому что я уже начала пробовать нишу. Я тогда уже начала пробовать Джо Малон, который мне зашел, Серж, который мне не зашел и до сих пор не зашел, Артизан, который, ну, как я уже говорила ранее, мне не очень нравится. И тут попался ко мне Ут-Вут. Я такая, вау, что это? Это было просто открытие. И я помню, как удивлялись мои коллеги на работе. Одна моя подруга сказала, что до сих пор у нее этот аромат ассоциируется со мной, потому что он такой строгий, сдержанный, но при этом он очень отличается от всего. Сладкое, классное дерево. Да. Такой Ут, именно сладенький, достаточно чистенький. прям такого вот Уда, не особо. Он просто в целом про деревяшки разный, и Уд в том числе. Ну, это такая тоже парфюмерная белая рубашка для меня. Древесные ароматы редко бывают такой белой рубашкой, которую можно спокойно надеть в офис, умеренное количество наносишь и вперед. Вообще прекрасно. Ну, вот у меня с ним, кстати, не складывалось. Именно на мне. У меня с Уд Вудом, я когда его увидела, такая боже на столе, я думаю, Уд Вуд, у меня тоже с ним воспоминания. Я когда начала увлекаться парфюмерией, я затащила в это дело свою подругу. А моя подруга, она очень любит такие сдержанные образы, у нее такой очень андрогин с вами по себе внешность, она очень худая, и она очень любит рубашки, кэжуал, в общем, все очень строго. И она совсем не впечатлялась парфюмерией, и тут я принесла от Левантик тоже Уд Вуда. Она была в восторге. Это был долгое время ее парфюм, а мы с ней работали в одном банке, и я постоянно с нее слушала Уд Вуд. Туда же шел Лондон. У нее вот в этом направлении именно каких-то вот таких древесных, плюс даже немножечко вот в Лондоне есть шерстяной какой-то нотки. Но когда я на себя посадила, на меня это дерево так красиво не село, у меня какой-то появилась какая-то немножечко, ну, не очень приятная древесная нотка, как будто бы его с берега выбросила. Мокрая коряга, да? Да-да-да, соли какой-то, но неприятные. Но я так его люблю. Я просто пытаюсь на них подсадить всех мужчин в мире. И женщин тоже. Я считаю, что абсолютно прекрасный унисекс, да. Ну, я тоже это скорее представляю на мужчинах, но женщины... Я его не ношу давно. Ну, то есть он у меня есть, очень давно не ношу, но люблю и считаю, что это потрясающая работа. И, конечно, особенно на контрасте, когда это первое открытие, когда ты только начинаешь вообще разбираться, что, как, кого. И такое, да, просто вау. Да. У меня такое вау было, собственно, с третьим ароматом. Это Лежан от бренда Агент Провокатор. И Агент Провокатор, всем известный бренд трусов. И, собственно, духов, которые построены, самый первый классический от Депарфам от Агента, это такая мускусная роза. Мускус роза Пачули. Но не так, как у Монталь, а более взрослая, Шипр. И были даже времена, где-то в середине нулевых, в начале десятых, когда просто женщины приходили на форум и спорили Агент Провокатор или Нарцисс Родригес, черный. Просто это был вопрос, самая сексуальная парфюмка в мире. Это была просто война между двумя армиями, которые никогда не могли прийти к общему знаменателю. Этот аромат я заказала онлайн. Я заказала на пудре, кстати. Я заказала его случайно. У меня были какие-то подарочные бал-бал-баллы. И я такая, возьму. Я вообще не знала, о чем это. И я офигела. Обожаю. Это классический, да? Нет. Это именно версия Лежан. Отличается тем, что здесь градиент от темно-серого к розовому. Это любимый парфюм моей мамы по итогу, потому что мама попробовала у меня, сказала, я тоже хочу. Он снят с производства. Они вместо него выпустили довольно похожую мисс АП. И это вот вообще не характерная история для бренда трусов, мне кажется. Ну, хотя в целом вся парфюмерия ген-провокатор, она такая нетипичная. Мне очень нравится. Я приезжаю с лабданом какой-то. Там лабданом, там ладаном. Я научилась вычеркнуть лабданом. Спасибо, сегодняшнему дню. Там лабданом, там ладан, там иланг вот на горячую погоду, на жаркую. Опять какая-то такая смолисто-ладанная история. Смолисто-ладанная парфюмка, очень комплементарная, как бы, кому это важно, потому что за мной несколько раз просто бежали люди с вопросом, девушка, что у вас за тут? Он вот умный, он такой вот обволакивающий, он такой интригующий. Но он очень в стиле бренда, потому что... Там очень на самом деле крутая реклама, потому что там девушка в черном таком кожаном топе, наверное, стоит перед шахматной доской. И это такая шахматная партия наедине с собой. Это такая миледи на службе против ее величества. Вот что-то вот какая-то такая непростая история в плане характера героини. Ну, я совсем не ожидала, если честно, от бренда. Слушайте, ну давайте вспомним, как выглядят их трусы. Поговорим о трусах. У них очень красивое белье. И вот мы с Кариной смотрим одну блогерку, которая ранее являлась представительницей древнейшей профессии. Она говорит, что самые беспечные клиенты дарили именно это белье. И она сама покупала, потому что она была очень востребованной. И я не знаю, как это сказать, чтобы... Дорогой девушкой. Все поняли. Да, она была очень дорогой девушкой, одной из самых дорогих девушек Москвы. И вот она как раз покупала такое белье, потому что оно дорогое. Оно очень красивое, и оно суперсекси. Да, вопрос пошло-не пошло стоит открытый, но это очень красивое белье. Для меня я бы... Вот я бы очень хотела видеть, на самом деле, говорила уже коллабу старого Киллиана времен Love и Агент Провокатора. С удовольствием. Вот мне кажется, что вот это идеальная была бы коллаборация. трусы прислали. Простите. Я хочу пиар-расылку с трусами. Я тоже такую хочу. Такую и я хочу. Нет, на самом деле, я хочу понять, а какого года эта ромата примерно? Помнишь? Нет, ну, примерно. 2011-й, 2012-й, вот так вот. Потому что, мне, к сожалению, кажется, вот сейчас сексуальность не такая, вот как тогда ее представляли. Она очень красивая здесь, драматичная. Понимаешь, а как раз вот это же время, 2011-й год, это же время, ну, как бы, Ангела Виктории Сикрет. Это время Лавия Бель, вот она взлетает в этот момент. Это время как раз, наоборот, такой сладкой, вот, вот, аж липкой этой сексуальности. Вот я не могу понять, да. А здесь такая драматическая какая-то, это очень тонная, это такая прям, не знаю, ультрафеминная, даже немножко феминистичная, если так можно сказать. Феминистичная, потом, да, ты права. На самом деле, ты права, он такой, он очень самодостаточный. Очень самодостаточный. Это не такое, что, типа, я хочу печеньками привлечь мужчину. Это же такое, вот, не Джессика Рэббит, да, вот, а такая, я сейчас сама кого-то шлепаю. Да, да, да. Супер, мне прям нравится. Я не ожидала, честно, я прям вот, я вижу такая дамерия. Кроме вот эти вот последние выпуски, где тинки-винки, дипси-ля-ля-пу. Мне классический, кстати, нравится. Мне классический. И в целом, они там практически все очень хорошие. Там Сиркблю и Мадам. Мадам красивущая, да. Мадам красивущая. Хотя, казалось бы, да, бренд, ну, одежды. А, внимание, кто создатель этого бренда? Вообще, кто создатель бренда Агент-Провокатор? Вы знаете? Нет. Это Сын Винвестов. Да? Да, конечно. Конечно. И здесь вот немножечко такое есть. Немножечко складывается сразу. Чуть-чуть начинает складываться, происходить у меня. Ну что ж, тогда переходим к моему последнему, да, аромату на сегодня. И это аромат Ширги, да, всем знакомый от Серж-Лютанса. Ну, скажем так, наконец-то мы пришли у меня к нише. Это как раз был такой плавный переход. Это тот момент, когда я узрела нишу в одном из сетевых магазинов. У нас в единственном сетевом магазине открылся такой отдел маленький. Там были лютанцы, там были артизаны и, по-моему, там был Байреда, да. Моя мама сразу же влюбилась в Байреда и с той поры она очень так к нему тоже лояльно относится. А я нашла лютанца, я нашла Ширги. И на самом деле в этот момент я поняла, сейчас нанесу и расскажу, что парфюмерия может не только еще и тебя представить, она еще может возродить какие-то твои воспоминания. она может стать машиной времени, она может стать просто каким-то телепортом в прошлое, в детство. Я очень много времени проводила в детстве в полях, в сеновалах. Ну, не в том плане, я играла, будучи маленькой девчонкой. Я очень любила играть в сене, мы строили домики там, и я любила именно август, и вот это тепло, и сено, и какой-то переходный период, когда теплеют травы. И для меня Шерги он такой, это мед, это сено, здесь активная нота сена, и я потом начала видеть его во многих ароматах, и следую за ним до сих пор, за этой нотой. Она такая необычная, и для меня она очень, как и Ладан, она для меня какая-то очень такая меланхоличная, ностальгическая. И я обожаю Шерги, это, наверное, вот единственный любимчик остался. Ну, не то чтобы единственный, но самый сильный, наверное, из лютанца. Вот. Прямо выдыхаю в этот момент. Он очень табачный, он очень коричный. Коричный. Духонький, очень прям. Медовый. Это же, по-моему, какой-то сухой ветер. Это ветер марокканской пустыни, да, это ветер, который дует в Марокко в какой-то период времени, он называется Шерги. Я так понимаю, это от лютанца много значит, он же переехал в Марокко и живет там в таком уединении. Ну, как в уединении, в дом-то экскурсии водят за много денег. Ну, это он, конечно, находчивый. Назовем это находчивостью, а так он, все говорят, что он такой... Он аскет абсолютный, аскет и отшельник, да. Но вот я не могу, здесь есть все то, почему я не ношу Сержа. Вот эта меланхолия, о которой ты говоришь, меня она всегда в нем придавливает. Что бы он ни делал, даже Жо Де По, мне хочется рыдать, потому что это какое-то утраченное счастье. Для меня все эти ароматы пахнут утраченным счастьем. У меня Сержа любит маму, она обожает берлинскую деву и как-то вообще на ней очень хорошо. Я вот даже это вздыхаю, и я понимаю, что это пахнет временем, в которое я никогда не вернусь, которого уже не существует, когда все было хорошо, мирно, вообще у меня было суперсчастливое детство, которое я тоже проводила в деревне. очень понимаю, да. И это пахнет для меня сеном в первую очередь. Это чуть-чуть пахнет банькой. Да, да. И ты это вдыхаешь и думаешь, как же благостно, но уже все, уже все. Рошло и бульем поросло. Рошло и бульем поросло. Тут надо научиться не страдать, да, а просто вот действительно как-то перемещаться. Только перемещаться. Хотя мне тяжело, я такой человек, я люблю поныть немного, а прошло. Вот, да, и поэтому лютанца он такой. Нет, а вот мне наоборот, я почему лютанца люблю, я в принципе не стала включать ароматы лютанца, потому что это тоже один из брендов, которых там много повлиял, на что. Но я как раз, я абсолютно не депрессивная, и для меня лютанца, для меня это воспоминания вот как бутылочки у Дамблдора, да, вот эти вот. Ну, а теперь вспомним, теперь вспомним, да. Да, это 20 лет назад, что было. Ну, делает грустно. Мне не делает, абсолютно. Мне не делает. Ну, то есть я тепло, я не скажу, что грустно, мне как будто бы он такой, давай я сказку расскажу о твоем детстве. Да, да. Не знаю, мне очень меланхолично. И да, есть ароматы, которые для меня тоже как воспоминания, они не делают мне грустно, но сам стиль Сержа, мне он не близок, и мне он прям... Мне кажется, Серж еще стал заложником, собственно, репутации. Ну, то есть все такие, Серж лютанца один из самых депрессивных брендов. Я так чувствовала еще до того, как об этом все начали говорить, еще до того, как я начала читать что-то на фраге, потому что ко мне, по-моему, первым попал Жо-де-По, и я такая, ой, все. И потом еще что-то, еще что-то. Вот мне, кстати, кажется очень теплым, как и Сантаума Жестерина. Жо-де-По, да. Жо-де-По единственное, чем мне... Он у меня ассоциируется такой с ранней осенью, когда ты вот в первый раз греешься в кофейне сначала похолодание, и поэтому так лето закончилось. Все, больше как бы никаких грустей по этому поводу у меня нет. Ну, это ароматы картины все равно. Да, конечно. Да, сразу же кафе, сразу же какая-то картинка рисуется. И нужно отдать должное, что лютанс и артизан, это для многих людей в России, это мостик, это то, что мы первым начали пробовать, когда я только увлекалась и появлялись распивы, крайне редко мелькало что-то еще. Ну, с другой стороны, на самом деле, это же одни из таких, действительно, старых нишевых домов, потому что, как таковая, когда мы вспоминаем нишевую парфюмерию, то есть были какие-то марки, которые существовали где-то у себя на родине, но они не приезжали в Россию, а огромное количество марок уже появилось там условно после 2010-го, потому что в это время нишевая парфюмерия стала востребована и просто нишу как таковую стали продавать. Появилась куча этих брендов, которые, чем они нишевые, никто не знает, но они нишевые. А это старые марки, что артизан 70-х годов, что лютанс середины 90-х, поэтому, естественно, что они... Ну, удивительно, почему их первыми к нам привезли. Но артизан я еще могу понять. У них есть такой переход от акварели. Есть акварельные ароматы, есть посложнее ароматы, как вот чай для двоих, да, который достаточно такой жесткий. Есть что-то попроще. Но лютанс, это был бы сразу, и сразу такой бах, сразу тебя погружают в нишу. И при этом тут два варианта. Либо ты всплывешь, либо нет. Я думаю, что здесь надо будет как-нибудь добраться до ароматеки и спросить у Алексея Дубинского, который, собственно, был первым человеком, кто возил лютанса в Россию. Почему он стал это делать, да? И мне кажется, что лютанс, он взлетел за счет того, что он людям дал возможность быть не как все. Ну, то есть даже тот же артизан, да, это другая парфюмерия, но все равно она более понятная. А лютанс, это ты такая сложная. Ты такая непонятная. Согласна. Это как раз... Всеми ответы. Мои какие-то ключики. Я все время хотела такая... Я необычная. Я менее непризнанная этим миром. Или танцом отображает, да. И это тоже запрос. Он имеет место быть. Достаточно много людей хотят выделяться. И тут появляется серж, и у людей появляется возможность рассказать о себе, показать себя с другой стороны и подсветить свою индивидуальность аромату. Мне кажется, это тоже такой сильный аргумент в сторону этого бренда. И несмотря на то, что я его не люблю, спасибо за мои счастливые десятые, когда я погружалась, купала кучу отливантов, потом их раздавала. Но было интересно. Ну и ко всем прочему, это же еще и то, что открыло потом... По сути, серж лютанс, несмотря на то, что первый бренд нишевый, это вроде как артизан, хотя до этого существовали все эти дома типа Флорисы и Пенхаллиганс, и какой-нибудь там Убиган, которые не назывались нишевыми, хотя по сегодняшним меркам таковыми были. Но именно лютанс заложил основы того, что мы имеем в виду, когда говорим нишевая парфюмерия, одинаковые флаконы, максимум какая-то кастомизация, какие-то странные композиции, не похожие на то, что есть в люксе, пахнущие не так, как в люксе, истории, которые рассказывают ароматы, потому что по большому счету именно вот этот подход, аромат как история, это именно история сержа. При этом название без какого-то определенной эмоциональной окраски, я бы так сказала. Потому что просто даже есть те ароматы, например, нишевые, которые все равно называют свои парфюмы так, чтобы их быстрее купили. То есть это вот что-то такое, игра на какой-то провокации, игра на сексуальность, которой внутри, возможно, и нет. Тот же самый Элда возьмем. Некоторые ароматы, которые он называет очень провокационно, а там внутри, ну, не так все сильно. Внутри ландыши. Да, внутри ландыши. Мы уже говорили об этом. А вот у сержи ты подходишь, такой шерги. А что такое шерги? Надо забуглить. Тогда еще было как-то сложнее, с этим не так было принято. И сразу как-то вот нет, у тебя есть аромат и есть ты. И больше ничего нет. И ты начинаешь уже сам анализировать, твой мозг сам решает, ему нравится, не нравится, что у него возникает, какие ощущения. Никто за тебя не играет в эту игру, нет никакой рекламы. Вот есть ты и ароматы, и, пожалуйста, решай для себя, кто ты и что ты. Для меня это было очень вообще открытием. Все, после лютанца, я поняла, что, товарищ, появился этот вот парфюмерный снобизм, типа, я к люксу больше никогда иду, вообще не признаю. Это же обязательно. Все это исчезнет на период. Но вот после танца я такая, ну все, это совсем другая планета, я больше вот это вот все не воспринимаю. Просто другой уровень. Хочется выкидывать остальные духи. Меня, кстати, так умиляет. Я до сих пор иногда встречаю людей, которые только начинают увлекаться, и такие, я все поняла. Никакого люкса. Это все не то. Это все коммерсы. Я не хочу это покупать. Там дешевые компоненты. Вот это, там дешевые компоненты, там делают все для всех. Там все не то, там все хрень. А вот ниша, натуральные, редкие компоненты, жасмин, собранные ночами девственницами. Вот это вот все. Если честно, я сейчас скажу, крамольно, вечно, я так сама вначале начинала. То есть я тоже говорила такая, вы что, там суперкомпоненты, это все отличается. Это все не то, и люкс. И поэтому я на этих людей сейчас смотрю так, моя ты красота. Да, да, да. Моя ты хорошая. В этом есть смысл, не переживайте. Вот ты говоришь, что ты не носишь те духи, которые ты принесла. Для тебя это скорее воспоминание. Карина носит. У меня здесь есть аромат, который я ношу уже столько лет. Ну, я его ношу, наверное, лет 8 минимум, а может быть и 10. Это Ланген Голд Мартин Николев. Пока все доставали Сержа и Артизана, где-то там начали маячить Николев. А я люблю стразы. И я всегда любила стразы. И мне кажутся флаконы Николев очень красивыми, да простят меня все. Мне безумно нравится. И я начала тоже пробовать бренд. И с брендом я очень подружилась. Мне до сих пор нравятся многие вещи. Вместе с мамой мы обожаем это. И у меня был от Леванта Ланген Голд. Вот вам будет видно на подсъемке, тут блестки сейчас больше похожи на перламутр. Они очень мелкие. У меня старая версия, где блестки покрупнее. Я даже не знаю, что красивее выглядит. У меня был от Леванта. Это очень приятный, сладкий, абрикосово-ванильный аромат. Очень в моем стиле. Я люблю такие духи. Я прекрасно отношусь к гурманнике. Я сносила от Леванта. Я тогда еще, ну все еще жила в Саратове. И полный флакон. Мне как-то не казалось удачной перспективы купить. Я купила, похоже на него, Кашмир Шопард, потому что все писали, что это один в один. Если не видно разницы, зачем платить больше. Но нет, они совершенно разные. Закончилось все тем, что я обменяла Кашмир Шопард и в итоге купила себе Ланген Голд. И ношу его огромное количество лет просто. И каждый раз я к нему возвращаюсь. Нет такого, что он у меня там просто стоит для красоты или просто два года стоит на треть, я его на один раз достала. Я часто его использую. И считаю, что Мартина Виколев, она, у нее очаровательный бренд. Она сама очаровательная женщина. Очень приятная, очень такая вся светящая, вся открытая. И ее ароматы такие же. Они понятные. Их может носить человек, который вот до этого пользовался люксом и никогда ничего не пробовал. Спокойно можно дать ему Ананду, дать ему Ланген Голд, дать ему Манговый вот этот вот аромат. Я забыла, как он называется. Ананда Манга. Рананда Раула Манга. Да, я купила себе десятку, кстати. Не вынесла душа поэта. Да, я тогда в ней приходила на квиз. Я хочу сказать вот что. На самом деле, бренд Миколев иногда ругают, собственно, за дизайн. Что он такой, да, тетеньковский. Но на самом деле, я хочу сказать важную вещь. Ведь на самом деле, бренда Миколев 25 и бренд Миколев делал то, на чем Киллиан стал успешен. Просто раньше, чем Киллиан. В той школе, где ты учился, я преподавал. Все вот эти фрукты, именно вывести фрукты из плоскости компотиков. Потому что долгое время, когда мы говорили фруктовый аромат, мы имели в виду, ну, что-то, знаете, типа Лагуна Сальвадора Дали или какой-нибудь Ле Паркинзо. Ну, то есть что-то такое вот максимально простое. Прям нижний уровень парфюмерии в плане ее сложности. А Миколев стала делать фрукты. Интересно. Вот как здесь или как в Ананди, это груша. Ну, вот. Или, собственно, то же самое манго, хотя она, конечно, более новая. Там смородина у нее симпатичная и так далее, и так далее. И именно на этом Киллиан стал популярен. Ну, просто Киллиан это презентует как такой вот секс в черных флаконах с щитом Ахиллеса и лакшери коробками. И, собственно, сам Киллиан, да? А Мартина кистью расписывает флаконы. А Мартина кистью расписывает флаконы, потому что она художница. Ну, мне, кстати, флакон нравится. Ну, вот как раз для меня содержимое не мое. Просто не мое пальто. Я признаю, что это красиво, да, но это просто не мой профиль, не моя история. Но при этом мне флакон нравится. Я даже сказала, что мне даже жидкость нравится, которая, кстати, девочкам как раз не нравится цвета. Я вот не пойму, нравится или не нравится. Мне нравится, но просто на ногтях я бы такое не носила. Матовое золото. Я могу сказать, что у меня случилось с этим ароматом интересная история. У меня есть старая версия, где, значит, она такая же прозрачненькая, там блесточки, все хорошо. И ко мне приехала лимитка. Она в таком фарфоровом флаконе с золотой поталью, да, это поталь называется? С золотой вот этой стружкой, все так красиво. И я думаю, ну зачем мне две сотки и Лангкенголда? Одну, ну поменяю на чего-нибудь. Есть же у меня вишлист. В итоге я поставила их рядом. Примерила их к шкафу, вот поставила, посмотрела, как она смотрится. Думаю, у меня будет два и Лангкенголда. Нет, возможно, я отдам один из них маме, потому что мама любит, а у нее, по-моему, нет флакона. Но вот для меня это чистое очарование. Мне очень нравятся эти флаконы в стразиках. Пусть все думают, что хотят. Это все, наверное, потому что я из Саратова, видимо, как любят писать комментаторы. Но я считаю, что это красиво и все-таки сказывается, что она художница, она в это все вкладывается и ее стразы, они не выглядят пошло. Для меня это все довольно красиво. Нет, они чудные. Они чудные, да. Их нельзя назвать изысканными, вот признаком какой-то элегантности, но их и нельзя назвать пошлядскими. В стиле Пэрис нулевых обожаю. У моей мамы, например, любимый аромат. У нее есть флакон такой же, только королевский мускус. Ой, я очень люблю. Как же она его любит. Просто вообще в восторге. У меня нет, но я прям хочу его. Вот ты мне напомнила, причем это тоже такой незакрытый гештальт, начало увлечения, что и он, и Ланг, и Ананда. У меня все сначала было в Левантах. Ананду я флаконила. И Ланг и Голл дважды. А вот Роял мускус надо брать, потому что там очень классный малиновый мускус. В целом носибельно, понятно, но вот при этом с каким-то вот... Да, вот такие вот десертики. С поворотиком неожиданным. То есть чувствуется, что это ниша. Это хорошо пахнет, это многим понравится, но чувствуется, что это ниша. Да. И это опять же, это та ниша, на которую можно легко переходить с люкса. И это будет комфортно. Это не то, что вы всю жизнь носили Light Blue Dolce & Gabbana, а потом вам такие держи ком да гарсон. И делай с ним что хочешь, да. При этом он называется ланг, да, а вот как таково типичный ланг. Есть банановость вот эта характерная. Я вот именно чувствую, да, какие-то фрукты для меня. Для меня он в большей степени абрикосовый такой, сладкий, но он, да, он с таким фруктовым лангом и с огромным количеством ванили, мне кажется. Такой он весь котик сладкий. Сладкий котик. Сладенько. И оно такое при всем при этом, это вот как Шанель Беш, это не мои духи, это я так пахну. То есть у них есть что-то такое, как будто ты просто три часа провела в хорошем спа, тебя вот это вот намазали всем, чем можно, и ты оттуда такая вышла вся отдохнувшая. Красивая. Кожа золотится. Кожа золотится, да. Да, вот это вот мерцание. Рожится рожь, овеса в сице, чечевица, чечевица. Кожа золотится. Кожа золотится. Что за странные поговорки вошли в чат, я не понимаю. Ну вот, кстати, у меня одна подписчица мне задала вопрос и озадачила меня этим. Это же красиво, когда блестит, и я постоянно его беру, я его трясу, чтобы блестело, и она говорит, а это не вредно. Ну, судя по тому, что у меня флакон уже давно, и я его действительно часто использую и трясу, наверное, все-таки это терпимо. Но вот я в тот момент задумываюсь, как ты думаешь, вредно ли трясти флакон постоянно? Ну, вообще, да. Парфюмерная жидкость реактивная, поэтому прям совсем постоянно трясти, наверное, не стоит. Это я потрясу еще. Это просто очень залипательно. А остаются вот эти блестки на одежде? Потому что я сразу так смотрю на лютанца, и вспомнил, что у лютанца есть большой минус. Ах, ну да. Ну, как же красиво. Слушай, ну, вот я... Ой, а посмотрите на... Я же полотеры. Вот оно было. Я могу лучше линтиозить. Я нашла его сразу. Я угадаю эту мелодию. Да, вот он на коже. Красивый. Если вам матовый лак нанести, я смогу сделать дизайн. Да-да-да, есть, остается. Я, кстати, когда-то специально покупала такие спреи. Это же так выглядит, как в сумерках, когда Эдвард выходил на свет и золотился. Я до сих пор покупаю такие спреи. Я люблю, чтобы блестела. У меня сейчас на эту тему как раз-таки ситуация была с гирлинаскими метеоритами. Ты сияешь, как Эдвард Калин, сказала мне одна девочка, когда я активно наметеоритилась просто. Ой, мне нравится. Я прям люблю такое. Холодное золото вот это вот. Вот теперь мне хочется и с такими блестками, филконом, третий Лангенго поставить себе в шкаф и радоваться. Ну, прям, да. Прям здорово. Надо посмотреть, как-то у меня с блестками покрупнее, но я как-то не обращала внимания, как это будет на коже. Короче, а если стереть с блотера, то на коже можно... Мне кажется, эксперты сломались. Мне кажется, даже тени. Хайлайтер. Даже тени не такие... Да, это хайлайтер. Это прям хайлайтер. Посмотрите, посмотрите на это. Намазали. Какая роза. Три стюшки. Сейчас еще тени. Хайлайтер. Куда там наносят. Накрасит с Эдвардом, да. Внезапно, да. Ой, ну очень красиво. Ну это градус, кстати, хорошо. Это прям очень хорошо. Это бонус трек, я бы сказала, да. Да, за липушка прям. А пахнет? Ну и пахнет, а блесточки для себя удобно. Да, все нанес вот так вот, пальчиком размазал. Пошел. И пошел. Покорять мир как-то. Слушайте, а ведь представьте, нанести на декольте и так чуть-чуть по ключицам размазать и пошла такая красивая. Да, а тебе пахнет такими ванильными абрикосами. А тебе и пахнет секси, и ключицы игриво намекают. Ну вообще красота. Продано. И Роял Муска, по-моему, он тоже с блестками, да? Да, мам, нет. Нет, нет. Мусы там прозрачные. Без блестков. У них только вот это вот. Моя мама не золотится в лучах славок. Поэтому нет. Захотелось сверкать, как Эдвард. Мне просто захотелось, правда, если честно, чисто сверкать. Запахом у меня вопросики. Сейчас камеру выключат, мы все тут натремся. Натремся блотерами. Чтобы вы знали, эксперты за кадром просто блотерами натираются. Класс, мне понравилось. Я в какую-то ностальгию попала. Да. Я немножко погрузилась в эти времена, когда только-только первые-первыхые ароматы. Я вообще хочу сказать, что увлечение парфюмерией, оно полностью изменило мою жизнь. Я человек увлекающийся, но бросающий. Я ничем не увлекаюсь долго. Ну, то есть, я так чуть-чуть попробую. А, нехай дальше пойдем. Я помню, я писала на косметисту, и у меня было помадки, а нет, сначала были лаки. Я выкладывала уродские фотки своих ногтей, уродско-накрашенных лаки. У меня тоже лаки, у всех. Корзина у меня целая была. Да, да, да. Потом у меня были помады. А потом я такая, духи. И вот духи меня захватили уже 10 лет. Духи меня познакомили с огромным количеством прекрасных людей. У меня сейчас, наверное, почти все мои друзья, это люди, с которыми я познакомилась либо благодаря увлечению парфюмерии, которые не ведут блоги, либо благодаря блогу. Там подписчики, какие-то другие блогеры. И я, когда увлекала, ну, начала увлекаться духами, я уже подписалась на блогеры, думаю, вау, они встречаются там с парфюмерами. Это все так круто. Я думала, у меня так никогда не будет. У меня так никогда не будет. И когда я сама оказывалась на встрече с парфюмерами на каких-то презентациях, и когда ко мне начали подходить люди, подписчики, говорят, Лена, ты нас увлекла духами, мы благодаря тебе что-то узнали. Один раз ко мне подбежал парень и сказал, Лена, вы подсадили меня на кокаин. Было неудобно, а он имел, конечно, кокаин, франко-бакле. И когда это происходит, я думаю, блин, духи полностью поменяли мою жизнь, общество, и я даже не могла мечтать, что я там сама стану каким-то заметным автором, и что буду так же вовлекать в это других людей, что особенно приятно обращать людей в свою веру. На самом деле, да, потому что вот за последние несколько лет особенно, когда, наверное, когда, как и все, начинаешь ты писать о духах, потому что просто ты больше не можешь рассказывать о них своим живым друзьям, потому что они уже такие, господи, уйди куда-нибудь, пожалуйста, со своими флаконами сколько можно. Вот, естественно, вот, я так блока завела, просто меня устали слушать люди. И ты начинаешь рассказывать о своем увлечении, и оно разрастается и разрастается, но очень круто возвращаться к началу. Я в какой-то момент просто скупила все те ароматы, которые у меня были там мои 15-16 лет со мной. О, у меня тоже так. Которых я сегодня не говорила, но это, собственно, ну, Арман Баси, это Бёрбери Викенд, это Бучераж, это Гост от Дипнайт, вернее, Дипнайт от Гост. Кроме Клиник Хэппи, он мне пришел в каком-то бьюти-боксе, я понюхала его, это были просто елочные игрушки летом. Он был ужасный. Вот. И это очень круто возвращаться вот к каким-то истокам, потому что парфюмерия действительно невероятный эффект. Просто от парфюмерии, когда ты просто от одного вдоха возвращаешься в какое-то свое состояние. Поэтому очень часто говорят, ну, то есть люди там любят винтажную парфюмерию, многие там возвращают какие-то флакончики времен своей юности, потому что самую юность их возвращает. Это очень круто. Ну, для меня парфюмерия это всегда было, точнее, не всегда, наверное, а стало одним из методов выражения моего любви к чему-то такого нишевому. Я вообще замечаю, что, да, люди, которые увлекаются чем-то нишевым, они во всем ищут что-то такое качественное, интересное, прекрасное. Это люди, которые любят необычные чаи, да, девочки. Вот, это люди, которые любят необычный кофе, как я, например. Это люди, которые ищут, может быть, меньше, но качественнее, может быть, что-то менее массовое, но более, более цепляющее. У меня так с кино было, то есть арт-хаус это мое, и я понимала, что мне не хватает в сегодняшней парфюмерии, но я знала и догадывалась, что там есть что-то большее, то есть я всегда искала что-то такое, и парфюмерия нишевая на самом деле, хотя, как бы мы сейчас не говорили, то есть на бизнес проходит, ты возвращаешься, просто нишевая открывает тебе именно вот такой вот, действительно, такую артизанальную, такую вот отдельную сторону. Другой уровень понимания. Да, да, это совсем другое, это искусство в чистом виде, хотя, конечно, и люкс тоже в том числе, и мы уже все убедились, как он умеет, как все умеют красиво делать, но парфюмерия, да, это для меня, это прямо искусство, и я очень рада, вот, когда ты говорила, что ты людей в свою веру, как бы, поворачиваешь, я как раз пыталась донести, у меня на самом деле парфюмерия тоже перевернула мой мир, я пыталась донести всегда вот это прекрасное, людям, мне казалось, что люди, которые любят искусство, любят прекрасно, умеют ценить эту тонкость, они сами по себе становятся лучше, они становятся чище, они мыслят уже другими категориями, не настолько там, все-таки это, утрировано, но тем не менее, и я всегда хотела, чтобы было именно так, но у меня, кстати, с парфюмерией сложилась интересная история, я не, я доставала, конечно, друзья, это факт, но самое удивительное, что когда я познакомилась с моим мужем, я, наверное, начала рассказывать ему о парфюмерии там на какой-то раз, потому что он очень интересовался моими увлечениями, проявлял живой интерес, как всегда на первых суданях мы все проявляем живой интерес, но когда он увидел, как горят мои глаза, он, во-первых, сам влюбился в парфюмерию, и, во-вторых, он меня как бы наставлял начать блог, он говорил, помогу тебе во всем, и долгое время, вот до последнего времени, когда у него самого уже очень мало ресурса на это, он помогал мне, потому что он сказал, у тебя так горят глаза, и действительно, в парфюмерии горят глаза, и ты людей заражаешь этим блеском, это очень здорово. Это очень круто, когда в комментариях потом приходишь читать, и там, вы знаете, у меня был один аромат, потом я начала смотреть вас, а теперь у меня на шкаф! Некоторые даже ругают за это, говорят, ну что же такое, у меня уже нет денег, но вы все рассказываете. Ты только начал увлекаться, это же хочется просто, еще нет четкого понимания своего стиля, и есть желание скупить все и сразу. Мне кажется, в начале увлечения всегда максимальное количество покупок, я мила, вообще как не в себя, мне кажется, все деньги тратим в духе, сейчас я должна подумать. Но если честно, до сих пор на отливанты я трачу очень много именно средств на отливанты, то есть у меня с флаконами сложнее их долго, и я должна точно удостовериться, у меня нет такого, что я... А вот отливанты я люблю изучать, я до сих пор исследую, я даже как бы себя называю не то что блогер, не коллекционер, точно не коллекционер, я исследователь, то есть я до сих пор исследую, и это вот прям моя любовь и мое желание исследовать. Я люблю брать бренд, вот Денис тоже рассказывал, он также, и в него окунаться, купить кучу отливантов, изучать, 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 даже если не совсем мое, потому что, казалось бы, ты иногда отрекаешься от чего-то, типа, я не буду, мне не нравятся лимоны, а потом ты встретил такой колонь, ты встретил такие цитрусы, что ты... Ну нет, мне нравятся лимоны, все, просто я не нашел свой. Вот у меня такая же история, я изучаю до сих пор все ноты, мне все нужно, все важно, все интересное, все хочу. Так что да, парфюмерия это любая. Да. И очень классно, что этот канал позволяет в том числе наших зрителей в это вовлекать, и всегда очень приятно читать такие комментарии, что вот, спасибо, это так интересно, мы благодаря вам начали там увлекаться. Особенно меня умиляет эти истории. Я просто искал себе парфюмку, вот что купить взамен моего закончившегося флакона, а теперь у меня их 40. Спасибо, блогеры. Спасибо, блогеры. Есть такое дело. Ну вот и подошел к концу наш ностальгический парфюмерный вечер. Нам было точно интересно, надеюсь, что вам тоже. Напоминаем, что ссылки на все ароматы из сегодняшнего видео вы найдете в описании. Если вы по ним перейдете, там будут цены, пирамиды, отзывы других пользователей на сайте Духи.РФ. Заглядывайте. Также не забывайте, что в описании под видео есть ссылки на наши социальные сети. Телеграм-канал Лены, телеграм-канал Наташи, мой телеграм-канал и телеграм-канал Духи.РФ. Подписывайтесь на них обязательно, там интересно и оперативно появляются новости и первые парфюмерные впечатления, и не только. Обязательно оставьте в комментариях, с какого именно парфюма и в какое время началось ваше увлечение. Будет интересно почитать, сопоставить популярные ароматы, ароматы, которые интересовали, собственно, со временем, какое ваше увлечение началось. Кроме того, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали и звоните в колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами были мы, Лена, Наташа, Карина. До скорых встреч. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok